День рождения 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 такой визуально как будто у тебя очень я резкий звук по ушам резанул и можешь искривиться в гримасе в этот момент раз два три четыре дня которые мы там провели были самые потрясающие которые у меня были на алтай шерегеш и разные куда я ездил ну вот этот шереген был просто потрясающий мы полезли на гору мы забрались на гору с оборудованием с барабанами синтезатором совсем надо было привить очень 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 долго очень тяжело было подниматься очень тяжело было спускаться очень много работы было проделано но этот клип по моему мнению это гораздо качественнее чем карма сама давай поехали едем и не отпускай блин это было бы глупо а хочу неплохо я поразился увидев потрясающие горные пейзажи туман стреляющийся поверх этих гор я понял что приехали мы сюда не зря хочется себе кстати поставить небольшой зачет потому что мы одни из первых людей я так думаю которые притащили на высоту более 1700 метров на барабанную установку облако под тобой вот так вот что вы думаете Назад возвращались, заплутали, потеряли дорогу, шли под луной, еле-еле нашли обратную тропинку, и это было одно из самых светлых воспоминаний вообще во всей этой поездке, когда наконец-то нашли ту тропинку, которую все узнали, мы по ней быстро наконец-то добрались до лагеря, потому что уже начали так маленечко побаиваться. На самом деле, несложно было там сломать ногу, руку, но, в общем, слава богу, все дошли. То, что запомнилось, как мы лежали все на пенках, просто лежали, отдыхали, потому что это не физически тяжело довольно было, прям очень даже физически тяжело, и смотрели в небо, оно как раз очистилось, и эти звезды Шерегеши светили на нами, это было потрясающе. В Шерегеше были сняты наиболее эпические сцены, требующие именно красивых антуражей, сцена с ведьмой, именно такая ключевая, связующая нить, она была доснята уже в Новосибирской области, в 100 километрах от Новосибирска, мы нашли заброшенный дом, в котором разожгли черные свечи, собрали различный антураж, участвовала тоже большая часть съемочной группы, каждый был занят своим делом. Ну из всех смертей героев в клипе, у меня было самое эпическое, клавишника разодрали на части, красивые женские пальчики. Панчики. Ну, ох, не болёшь, я сейчас, как-то, грубо не скажу. Чё такое? Я хорошо вижу. Саник, давай на 24 кадра, вот чё-то уйдёт. Её надо прям бить, чтоб Сашка в неё упирался. Дай вам палку. Не руки на весу держать неудобно. Опусти пока. А некуда. Да не ржи ты её, и ори! У тебя пирсинг? Ааа, ебать! Он, походу, с шикоткой боится. Там на рынке не видно. Не, у гордона. Вот и. У тебя пирсинг? Я не понял. Да? Или *** в рот? Скажи, кого ты сегодня играл? Трупа. Практически. Пола, половина. Ох, нет. И как тебе роль трупа? За***. Чётка. Главный герой Влад Кабаков, наш друг, поехал буквально поддержать съёмочную группу, как-то поприсутствовать, и в итоге оказался практически центровым действующим лицом в клипе. Такой яркий пример работы с импровизацией. Ну чё, всё, погнали, погнали. Всё, погнали, погнали. Снимаешь? Ну. Костян, беги, беги. Всё, пойдём туда. Побежали. Когда я сам впервые в жизни увидел клип этот, собственно, это было очень круто. Такое ощущение, что весь клуб замер просто и смотрел от начала и до конца завооружённо, как и я тогда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...